Теперь я предоставляю слово представителю Сенегала. Благодарю вас, господин председатель, за возможность выступить. То, что происходит в Сирии невыносимо. Под бомбами, по переговорам, по резолюциям, одна с другой. Гибнут люди, дома разрушаются, школы, больницы превращаются в руины. Всё вопреки правилам международного поведения. Здесь 21 сентября при председательстве Новой Зеландии было заявлено нашей делегацией. И при голосовании за резолюцию представленной Франции и Испании Сенегал присоединился к крику души спецпосланий ген-жектора господина Стафан де Мистура с тем, чтобы Совет действовал бы самым неотложным образом для того, чтобы восточная часть Алеппо не превратилась бы в очередную трагедию. Сенегал надеялся, что пришёл момент, чтобы Совет Безопасности в качестве гаранта международной безопасности исполнил бы свою ответственность сегодня для того, чтобы восстановить прекращение боевых действий. И не только в восточной части Алеппо, но и вообще по всей территории, к сожалению, проект франко-испанской резолюции не был принят. Господин Стафан де Мистура предостерёг нас по поводу того, что в предстоящие два месяца Алеппо будет полностью разрушена с тысячами погибших, с постоянными ударами с воздуха. Ещё раз, моя делегация, пользуясь возможностью, хотела бы призвать, чтобы Международная группа поддержки Сирии, особенно сопредседатели, добились бы того, чтобы по всей территории Сирии было установлено перемирие для того, чтобы обеспечить беспрепятственный, незамедлительный доступ для гуманитарной помощи и восстановление, внушающего к себе доверие, процесс под эгидой ООН. Господин председатель, если мы не сможем добиться мира и стабильности в Сирии, будут усиливаться риски в лице таких террористических организаций, как ИГИЛ и как Джабхат Фад Кальшам, бывший Анусра. В этой связи мы должны действовать в рамках общей единой стратегии. Благодарю вас. Благодарю представителей Сенегала.